Дмитрий Борисович Кедрин Родился в 1907 году на Богодуховском руднике в Донбассе в семье железнодорожного бухгалтера. Рано осиротел. Учился в коммерческом училище и Днепропетровском институте связи. В 1924 году начал работать в редакции комсомольской газеты «Грядущая смена» в Екатеринославле. Стал участником литературной группы «Молодая кузница». Печатал в издававшемся ею альманахе стихи. Публиковался также в «Комсомольской правде» и журнале «Прожектор». В 1931 году приехал в Москву, стал сотрудником многотиражки Матищинского вагонного завода. С 1934 года работал внештатным редактором гослит-издата и литературным консультантом издательства «Молодая гвардия». При жизни Кедрина вышла его единственная книга стихов «Свидетели» в 1940 году. Его поэмы на исторические темы «Зодчие» 1938 год, «Песня про Алену Старицу» 1939, «Конь» 1940, обратили на себя внимание литературной России. Освобожденный из-за слабого зрения от армии, поэт добился в октябре 1943 года назначения на Северо-Западный фронт и в качестве поэта работал в газете 6-й воздушной армии «Сокол Родины». Погиб Дмитрий Кедрин при загадочных обстоятельствах в 1945 году возле поселка Тарасовка под Москвой под электричкой в возрасте 38 лет. В 1947 году после его смерти вышла книга «Избранная». После этого неоднократно переиздавалась. Дмитрий Кедрин. Поэма «Зодчие». Как побил государь золотую орду под Казанью, указал на подворье свое приходить мастерам, и велел благодетель, гласит летописца сказанье, «В память онной победы, да выстроят каменный храм». И к нему привели флорентийцев, и немцев, и прочих иноземных мужей, пивших чару вина в один дых. И пришли к нему двое безвестных владимирских зодчих, двое русских строителей, статных, босых, молодых. Лился свет в слюдяное оконце, был дух вельми спертый, и взросцовая печка, божница, угар и жара. И в пасконных рубахах пред Иоанном IV, крепко за руки взявшись, стояли сии мастера. «Смерды! Можете ли церкву сложить иноземных пригожей, чтоб была благолепней заморских церквей?» Говорю. И тряхнув волосами, ответили зодчие, «Можем, прикажи, государь!» И ударились в ноги царю. Государь приказал, и в субботу, на вербной неделе, покрестясь на восход, ремешками схватив волоса, Государевы зодчие фартуки наспех надели, на широких плечах кирпичи понесли на леса. Мастера выплетали узоры из каменных кружев, выводили столбы, и работой своею горды купол золотом жгли. Кровли крыли лазурью снаружи, и в свинцовые рамы вставляли чешуйки слюды. И уже потянулись стрельчатые башенки кверху, переходы, балкончики, луковки до купола. И дивились ученые люди, за ней эта церковь, крашевил италийских и пагод китайских была. Был диковинный храм, богомазами весь размалеван, в алтаре и при входах, и в царском притворе самом. Живописной артелью монаха Андрея Рублева изукрашен зело византийским суровым письмом. А в ногах у постройки торговая площадь жужжала, таровато кричала купцам, покажи, чем живешь. Ночью подлый народ до креста пропивался в кружалах, а утрами истошно вопил, становясь на провешь. Тать, засеченной плетью, у плахи лежал бездыханно, прямо в небо уставя от чесок седой бороды. И в московской неволе томились татарские ханы, посланцы золотой, переметчики черной орды. А над всем этим срамом та церковь была, как невеста. И с рогожкой своей, с бирюзовым колечком во рту, непотребная девка стояла у лобного места. И, дивясь, как на сказку, глядела на ту красоту. А как храм осветили, то с посохом в шапке монаршей обошел его царь от подвалов и служб до креста. И, окинувши взором его узорчатые башни, лепота, молвил царь. И ответили все, лепота. И спросил благодетель, а можете ли сделать пригожей благолепнее этого храма другой, говорю. И, тряхнув волосами, ответили зодчие, можем, прикажи, государь. И ударились в ноги царю. И тогда государь повелел ослепить этих зодчих, Чтоб в земле его церковь стояла одна такова. Чтобы в Суздальских землях и в землях Рязанских и прочих Не поставили лучшего храма, чем храм покрова. Соколинные очи кололи им шилом железным, Дабы белого света увидеть они не могли. Их клеймили клеймом, их секли батагами болезных И кидали их темных на стылое лона земли. И в обжорном ряду, там, где заваль кабацкая пела, Где севухой разила, где было от пару темно, Где кричали дьяки, государь его слово и дело. Мастера Христа ради просили на хлеб и вино. И стояла их церковь такая, что словно приснилась. И звонила она, будто их отпевала на взрыд. И запретную песню про страшную царскую милость Пели в тайных местах по широкой Руси гусляры. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...